Ульяна, привет! Здравствуйте! Я, во-первых, рад тебя приветствовать. Мы часто видимся, достаточно, потому что мы где-то так рядом. В одно время примерно почему-то в гардеробе часто встречаемся. Ты очень много трудишься. Ты у нас в декабре месяце, не ошибаюсь, по-моему, рекорд установила по новостройкам. 20 сделок сделала в месяц по новостройкам. Во-первых, как у тебя так получилось? Для всех это резонный вопрос. Давай, двух слов. Ну, я люблю новостройки, сама часто инвестирую и, соответственно, помогаю покупателям инвестировать. 20 сделок, из них с разных городов люди. То есть это Томск, Кемерово, Новосибирск. Чтобы продавать новостройки, нужно следить за трендами. Из Дубая не было? Из Дубая не было. Ну, а в планах? Кто-то из Дубая должен сюда, не только что. Да, да, да. Да, ну, по поводу за рубежом, тоже сделки провожу в Турции. Летала с клиентом в Турцию и попали на стадию котлована за 58 тысяч евро. Сейчас это 100 тысяч евро стоит. Вот, то есть за рубежом тоже, как бы, инвестируют клиенты. Вот, слежу за новинками, акциями. Сейчас появилась траншевая ипотека. Вот работа уже шестой год, не было траншевой ипотекой. Сейчас появилась. И многие клиенты купили, ну, квартиру с платежом 2800 рублей в месяц. Первое время надо добавить? Ну, 16 месяцев. Да, да, да. Первые 16 месяцев. Я, примерно, понял, как это продаешь. 16 месяцев. Ну, это очень удобно, что кто снимает, кто действительно инвестирует. То есть можно в любой момент потом будет перепродать ее. Вот. Клиенты в целом инвестируют. Заработали за год более 30 миллионов. То есть покупаемся именно котлование. Разные, однокомнатные, двухкомнатные. Почему люди инвестируют в недвижимость? Именно в новостройки, а не во вторички? Вот не совсем же логично. Потому что цена все-таки можно сейчас купить с ценой, которая дешевле, нежели вторичный рынок. То есть все равно разница есть. Миллион, в два разница есть. Но не у всех застройщиков. Не у всех. Ну, и для этого, как бы, соответственно, есть мы, кто мониторит рынок и следит, где быстрее цена поднимается, и где выгоднее. Слушай, ну, с другой стороны, я так немножко поспорю, ладно? Там же еще надо сделать ремонт. Как правило, год-два подождать. Если ты решишь продавать, то ты все это понимают, дороже не продашь сильно. Потому что там же господдержка. Когда ты от физика продаешь, господдержки уже нету. Правильно? Да. Или как? Или это... Людей не останавливают. То есть кому надо готовое жилье, они готовы. Там сейчас 11% плюс-минус ставка. Они готовы покупать вторичку. То есть, соответственно, инвесторы выставляют. Вот даже в этом месяце были сделки, где люди выставили, мы продали. Ну, просто под 11% у них, как бы, купили. То есть без проблем. Ну, хорошо. Слушай, расскажи, пожалуйста, свой вот рабочий день. Во сколько обычно встаешь? Стою я в 6 утра, тренируюсь онлайн. Потому что так удобнее мне дома, да. То есть тренер, я включаю Zoom, она находится в другом городе, и мы вот онлайн с ней тренируемся. У тебя тренажеры получаются дома? Нет, у нас получается немного другая методика, там, цикл шага. Ну, немножко другие такие упражнения, интересные для спины. Мы в целом для, чтобы правильно выстроить тело. Вот, то есть я с утра тренируюсь, завтракаю и еду на показы или на работу. Работаю, ну, хожу на обед стандартно и работаю часиков до 8, до 9. То есть у тебя режим такой полноценный? У тебя ранний подъем, потом спорт, потом завтрак, потом работа, потом обед, да, обязательно? Да, обед. Ужин еще тоже? Ну, стараюсь иногда отказаться. Иногда отказаться. Слушай, ну, вот молодец, прямо в этом режиме, что называется. Вот, расскажи в школе, как училась? Было две четверки, все остальные пятерки. То есть ты у нас отличница, да? Да, я заканчивала лицей для одаренных детей в Томске. Вот, там у нас и философия практическая, разные такие интересные приборы, роботы были, как бы, макентоши в то время были. То есть у нас, ну, это все было бесплатно. Я, у меня, знаешь, когда с тобой общаюсь, я поражаюсь, поражаюсь, ты очень быстро мыслишь. Да. То есть ты вот не только быстро, говоришь, быстро мыслишь, поэтому клиенты, которые, у нас с тобой надо работать, я же, ну, не знаю, они говорят, что у вас риелтор просто это монстр какой-то. То есть, по-моему, это, ну, слушай, теперь я понимаю, почему я тебя никогда не спрашивал, да, вот теперь. А образование какое у тебя? У меня разработка нефтяных и газовых месторождений, то есть это у меня высшее образование, Томский политехнический университет, национально-исследовательский, то есть, вот. Так, ну, самый, наверное, такой сложный вопрос. Вообще тяжело было поверить в риелторскую профессию. Как это вообще получилось, что ты, ну, во-первых, пришла в риелторство? То, что ты стала такой суперуспешной, меня не удивляет, сразу скажу. Я, ну, понимаю, почему это. Тогда расскажи, как ты решила стать риелтором? Я, получается, ну, вот работала уже последний год в Роснефти, в офисе, ну, и выполняла, то есть, я выполню работу и сижу, ну, как бы, и все. Чай пью же? Ну, не чай пью, просто, как бы, много, выполняла работу и потом, в основном, уже отдыхала. Я поняла, что мне не хватает людей. Я люблю людей, люблю общаться, то есть, мне нужны люди, вот. Вот, и я решила попробовать, то есть, находясь в Томске, я посмотрела по рейтингу, ну, какое агентство первое, соответственно, это наши этажи. Вот, и сразу позвонила и решила попробовать, почему бы и нет. То есть, просто повезло, да, что называется, этажам, что ты присоединилась? Да, я, ну, я думала, сейчас посмотрю, как пойдет вообще, ну, а в итоге я люблю свою работу, я с удовольствием хожу на нее, в субботу, в воскресенье, то есть, как у многих людей там есть, что, ой, завтра на работу, у меня такого нет, то есть, мне, наоборот, не хватает времени, чтобы выполнить, ну, объем работы, то есть, смотришь, а уже 8 вечера. Ну, в субботу вечером, что ли, мы-то встретились, да, недавно на работе? Ну, я часто выходные тоже сюда прихожу, мне нравится, когда тихо, тут спокойно. Слушай, скажи, пожалуйста, вот, давай так, немножко серьезных вопросов, вот, онлайн сейчас развивается, сейчас очень много в онлайне, да, и домклик, там, и там, агрегаторы туда идут активно, и наша компания, как ты вот считаешь, как вот эта пропорция будет существовать? Грубо говоря, онлайн, сейчас очень много, все туда инвестиции, в сфере недвижимости, как ты видишь? Сделки, вы имеете в виду? И сделки онлайн, и ипотека онлайн, и сейчас застройщики многие в онлайн уходят, да? Это здорово, это скорость сделок, то есть, чтобы провести много сделок, нужен онлайн, то есть, люди находились в разных городах, было благодаря тому, что, ну, застройщики, да, могут электронно провести сделку, банки могут провести сделку быстро, соответственно, ну, можно сделать их много сделок. Слушай, а риелторскому бизнесу это угрожает, вот? Я считаю, что нет, я не вижу, что есть угроза, потому что человеку нужен человек, который в этом разбирается, то есть, когда у тебя есть какое-то заболевание, грубо говоря, ты идешь к врачу, и врач тебе, там, говорит, что делать, соответственно, люди обращаются, им нужна, ну, твоя компетенция, что ты следишь, мониторишь рынок, и ты знаешь, где там вложиться, где лучше купить, где какие нюансы есть. Слушай, скажи, как вот работа изменила какие твои компетенции, в чем вот стала сильнее, так можешь сама себя проанализировать за эти вот несколько лет? Я чувствую людей хорошо. Стало чувствовать лучше. То есть, мне стоит поговорить с человеком, там, какое-то время я уже понимаю портрет человека, ну, кто передо мной, вот, то есть, чувствую людей, больше понимать стало людей, что ты с людьми работаешь. Слушай, многим интересно, расскажи о своих доходах, то есть, сколько доходное вообще-то дело риэлторство или нет? Да, это доходное, ну, только на новостройках полтора миллиона, только на новостройке. Ну, это, слушай, приличные цифры. Ну, не каждый же так декабрь бывает, не каждый месяц декабрь, да? Да-да-да, ну, полтора имеется в виду валовые выручки. Я понимаю, что все понимают, что ты где-то там, ну, половину грубо получила. Да, да. Конечно, все понимали. Так, а в среднем сколько у тебя там где-то доход? Ну, где-то от 300 до 350. Ну, чтобы вот. Да, в среднем. Ну, я считаю, что это хорошие деньги, безусловно. Смотри, вот современный риэлтор, многие говорят, что современный риэлтор – это такой, ну, с планшетом человек, который там сидит в красивом офисе. Офис, кстати, вот реально красивый. Расскажи, пожалуйста, вот, а все-таки не современный, а эффективный риэлтор, что его отличает от неэффективного? Ну, должны глаза гореть, наверное. Горящие глаза, да? Да, что ты делаешь, да, ты должен получать удовольствие от этого, то есть драйв какой-то, ну, какая-то мотивация нужна, драйв, и вот, да, огонь в глазах. Что ты хочешь, я люблю своих клиентов, да, я там встречаюсь, мы там общаемся, как дела. То есть большую часть моих покупателей, а потом мои знакомые хорошие, то есть мы периодически общаемся, вот. Цель еще должна быть у человека. Слушай, какое хобби у тебя, кроме с утра спорт? Я люблю путешествовать. Путешествовать, да? Да, я знаю. Где была, расскажи, по-своему. В Грузии была. Как формат путешествий, на выходные или как? Дни, я нам долго не уезжаю, дней на семь. А, на семь, в разных городах, да, там, Батуми, Тбилиси. И когда приезжаю в разные страны, люблю, там, кухню попробовать, я люблю поесть вкусно. Ну, тебе не скажешь. Вот, и я пробую, сразу мне надо все по десерту сходить попробовать, местную кухню. Заряжаюсь, ну, красивой архитектурой. В целом нравится мне море, ну, люблю, когда тепло. Из всех зданий России, какой тебе прям нравится архитектура? Ну, Москов-Сити мне в целом. То есть вот вы из фильма «Сква-Сити», да? Ну, один из, как бы, симпатизирует. Один из, ну, такой модерн, что называется. Да-да-да, что, ну, все красиво. А еще? Мне нравится в Сочи, как вот, где горький город, не знаю, какой это точно стиль. О, это, знаешь, это там, по-моему, какой-то швейцарец проектировал. То есть что-то такое. Где красная поляна курорта. Да-да-да, оно прям похоже. Да, я прям иду, и мне там нравится визуально, красиво так сделано. А у нас этот же архитектор, кстати, знаешь, Вознесенский. Да? Да, он проектировал, да, он похожий. Да, они, кстати, да, мне нравится вот этот стиль. Ага. Вокурительно встречался, прям в глаза бросается. Архитектура узнаваемая. Хорошо. Знаешь, хотел так немножко необычные вопросы позадавать, да? Да. Скажи, вот если бы не риелторством, чем хотелось бы заниматься? Представим себе, что у тебя вообще, ну вот тебе деньги не нужны, да? Ну, условно говоря, вообще. Вот прям вот цель для души чем-то, что бы делала? Ну, что-то с людьми, наверное. Ну, что, можешь там точно сказать. Возможно, даже каком-нибудь студии танца, не знаю, что-то вот с танцами. То есть что-то с танцами связано, да? Да-да-да, ну и с людьми, да, чтобы чему-то обучать. Слушай, а как ты вот считаешь, какая грань между должна быть работой и то, что... Прям совсем по душе. Ну, потому что, знаете, многие... Это такой сложный вопрос, да? Потому что вроде как в идеале счастья тот человек, который делает то, что он любит, и за это еще деньги получает. Ну, как правило, так не бывает все-таки. Потому что даже по себе могу сказать, ну, объективно, может, там, если бы представить, что нет вообще денег и системы, ну, я тоже, может, что-то другое хотел делать, да? А может быть и этим же, кстати, даже вот по себе не знаю, какой ответ делать. Но все-таки как баланс находить между вот то, что прям любишь-любишь, и то, что, ну, необходимо? Ну, не знаю, мне кажется, 80% то, что необходимо, ну, и тебе нравится, и 20% что-то своего. То есть в моем случае это путешествия, спорт, друзья, то есть я люблю ходить в театры, ну, то есть я такое люблю, всякие такие мероприятия. Я когда, что мне, человеку говорю, какой Уляне вопрос задать? Он говорит, слушай, спроси, как у него дела с личной жизнью. Я не замужем. Все, то есть что? Да, я не замужем. Все нормально, да? Потом молодей. Хорошо. А вот это помогает, мешает работе? Я бы не сказала, что не мешает, но если найдется человек подходящий, как бы, я как бы, да, я бы хотела создать семью. Да, то есть, ну, как бы, ну, то есть это все-таки... В планах есть, да, если что-то будет, как бы... Ну, скорее всего, это пока, наверное, помогает, да, потому что такие суперрезультаты, потому что если там все равно часть придется на семью уже тратить полноценно время... Ну, многие известные люди, как бы, совмещают... Совмещают, то есть ты за совмещение. Да, я за совмещение, что можно... Успешный человек, он успешно может и с семьей параллельно, и с работой. Я у всех, кто знает, кто с тобой работает, говорят, ты очень хорошо сама разбираешься в ипотечном кредитовании. То есть прям чуть ли не можешь, там, не знаю, там, томкисти, все детали знаешь. Как к этому пришла? Расскажи. Ну, я часто всякие вопросы, ну, изучаю, всякие кейсы приходят, я запоминаю. То есть, ну, стараюсь, да, каждый раз изучать новую информацию. Сейчас очень удобно, со мной брокер рядом сидит, я очень этому рада. Ну, сразу, соответственно, я в курсе всех событий, новых ставок и каких-то там нюансов, ну, по банкам. Помогает в работе такое глубинное знание ипотеки? Да. Так, вот скажи нам прямо, клиентам иногда, ну, как бы стараешься, чтобы они ипотеку взяли побольше или все-таки нет, или нет такого? Нет, я как, то есть, мне тут важно, чтобы ему, ну, как клиенту лучше было. То есть, если я, ну, как бы сразу проговорю, то есть, я просчитываю платеж и говорю, вам какой платеж комфортный? Надо, чтобы человек уходил, чтобы ему было комфортно. Вот, я за это, чтобы ему было комфортно и путешествовать мог и ипотеку платить. Ну, знаешь, недавно вот на тренинге были, там сказали, что риелтор обвинил в том, что он не уговорил больше взять ипотеку, потому что цена повысилась почти в два раза, там, за три года. Я говорю, так что ж я больше эту квартиру не купил, больше бы заработал. То есть, человек где-то иногда рад, да, когда… Да, но есть такие люди, у меня приходят люди, и просто в ходе общения, показав, ты чувствуешь, что она, вроде, как бы, человек просто сомневается, он может, у него есть возможность купить двухкомнатную. Вот был недавно кейс, хотят однокомнатную квартиру, все, посмотрели, она и вроде с дочкой, и вроде есть деньги на первоначальный взнос хороший, и все-таки, я говорю, так лучше двухкомнатную. Соответственно, она очень рада, что все-таки я, ну, порекомендовала, она взяла двухкомнатную, что и ставка хорошая, и платеж хороший. То есть, иногда человеку не хватает немножко, вот он в сомнении, ему нужно просто, как бы, плюсы рассказать, какие, чтобы он принял правильное решение. Слушай, такой вопрос, как у тебя дела с автомобилем? С автомобилем? И с какой у тебя автомобиль? Керрио. Керрио, да, ну, я считаю, прекрасный автомобиль. Почему у тебя такой прагматичный проход? Некоторые, знаешь, только деньги чуть зарабатывают, и сразу же себе дорогую машину, так это назовем. Ты вот очень практично, да, несмотря на свои доходы, ездишь в обычном автомобиле. Как у тебя, почему такие взгляды? Ну, мне красивые дорогие машины тоже нравятся, но сейчас получается, ну, как бы, мне в приоритете, наверное, вместо дорогой машины лучше у меня пусть несколько квартир будет. Ну, я знаю, что у тебя несколько квартир, мягко говоря. То есть, ты думаешь, вот, хочешь машину, думаешь, да нет, лучше еще одну квартиру. Ну, да, я просто понимаю, что, как бы, машина в цене, она, как бы, как только выезжает в салон, она теряет, а недвижимость все-таки, она всегда растет, и, ну, всегда ты будешь в доходе, деньги твои будут работать. Ну, тут, мне кажется, не профессиональная деформация, а просто здравый смысл, да? Да, здравый смысл, да, прям какое-то время сильно хотела, потом поняла, что в целом Киа ездит, хорошо ездит. Сколько пробег уже? Ой, больше, наверное, сколько там, 10 тысяч. А, ну, это еще будет. Может быть, больше просто я сильно не разбираю. Мужчина, наверное, завидует, что просто ездишь и не смотришь, сколько там пробег вообще. Да, мне иногда просто мама звонит и спрашивает, ты масло поменяла? Я говорю, а, масло надо менять, ладно. Да, ну, все, слушай, ну, так и надо, как вам подходить. Да, да, да. Хорошо. Если вот говорить о личных сбережениях, ну, в целом, да, прям все в недвижимости или? Все в недвижимости. Все в недвижимости, да? Все в недвижимости. Ну, за последние три года это, конечно, одно из самых выгодных было вложений, тут бесспорно, да, вообще абсолютно. Хорошо. Расскажи про взаимоотношения с коллегами. Я просто так немножко добавлю. Некоторые считают, что ты такая чуть жестковатая. Это вот так, не так? Жестковато? Ну, я бы не сказала. Может, требовательная, а? Ну, я требовательная. Да, да, ты прямо говоришь, что такая у нас. Есть такое, да. Я требовательная в том числе и к себе. К людям и к себе. Как у тебя это сформировалось, качество? Ну, потому что я, наверное, достигатор. То есть, и, соответственно, и люди, ну, как бы мне хотелось бы, чтобы тоже такие же меня, и клиенты, кстати, ко мне такие же приходят, интересные все. Такие тоже целеустремленные, наверное. Так интересно, что люди приходят те, примерно какой ты. То есть, такие все целеустремленные, чему-то стремятся. Прям тоже я большую часть всеми восхищаюсь. Ну, они все такие интересные. У кого-то детский садик там частный, у кого-то что-то еще. Все люди хотят чего-то достичь в этой жизни. Вот. Ну, я уверен, что у тебя большое количество и абсолютно нормальных людей. Да. Я ничего против достигаторов не имею. Я, как бы, считаю, что это правильно, но все-таки, считая, там, большая часть абсолютно спокойно живет, работает, там, без особого достижения, тоже хорошо. Да. Вот. Давай, там, несколько заключительных вопросов. Есть такая точка зрения, что в риелторсе самое сложное первые несколько месяцев, да? Вот у тебя как-то и сразу же рвануло у нас или вот… Сразу же. Сразу же. Через неделю первый задаток. А первые пять задаток, ты сколько сделала? В течение месяца, наверное. Слушай, ну ты реально монстр. То есть, там сразу же все понятно стало, да? Ну, да. Да, я сразу же включилась. Ну, как бы, главное, сразу в процесс погружаться. Ездить на показы. Новичкам, новичкам что посоветуешь? Вот есть учеба, как бы, на учебу ходить и сразу начинать, не ждать, сразу начинать ездить на показы, работать с клиентами. То есть, где-то теория, где-то сразу практика. То есть, я больше практик. То есть, я люблю сразу делать. Вот, как бы, и начала сразу все делать. Ездить на показы и делать сделки. И, слушай, знаешь, еще такой, два последних вопроса. Про тайм-менеджмент. Какие фишки у тебя есть по тайм-менеджменту? Google календарь, блокнотик, он здесь со мной. Блокнот с тобой, Google календарь ведешь, да? Да, веду, веду все. Встречи ставишь, да? Ставлю. Еще есть блокнот, потому что что-то появилось, мысли я сразу записала. А также еще в телефоне у меня там тоже блокнот, потому что иногда едешь за рулем, и что-то ты там вспомнил, сразу записал, чтобы никуда не потерялось, потому что много потока информации идет. Ну, все-таки это, я, кстати, с тобой согласен, ну, Черчилль говорил, что лучше самой острой памяти тупой карандаш, да? Да-да-да. Вот, поэтому... Я там маркерами рисую, обвожу, там, мне нравится даже этот процесс, себе определенные блокнотики, покупают цветные маркеры. То есть, прям, мне нравится. Если так вот все вспомнить, да, проанализировать, расскажи самый интересный случай с клиентом, который тебе запомнился, положительный или отрицательный? Мы с клиентом купили в Орионе, получается, за 5200, и вот, ну, как бы, продает он за 10. Слушай, ну, это такой доходный случай. Доходный. Интересный доходный. Да, интересный доходный. Так, ну, и давай последний вопрос. Что еще сама хочешь рассказать? Может, я что-то не спросила, а ты хотела? Я хотела. Не знаю, хотела сказать, мечтайте, и мечты, ну, им суждено сбыться. Ну, то есть, в целом, хочу сказать, что если человек что-то ставит перед собой, да, там, я приехала в Тюмень, у меня ничего не было, да, я поставила цель сдать на права. Я сдала здесь на права. Потом купить машину, я купила машину, потом у меня была квартира, я снимала, соответственно, я купила квартиру в строящемся доме. Кстати, в одном из перспективных вариантов сейчас для вложения, это район Дока, там сейчас реновация, он попал, часть участков, там много застройщиков строят, я там сейчас нахожусь. Вот, что, когда ставишь цель, и у тебя все само начинает получаться. Слушай, я понял, не задал еще такие два вопроса. Первый вопрос, как у тебя с соцсетями дела? Инстаграм, да, Инстаграм стараюсь вести. Запрещенная в России организация. Да, 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 да. Надо сразу уточнить. Да, да, да. Контакт планирую развивать. И многие, я уверен, пока тебя слушали, тоже резонный вопрос возник, почему в Тюмень переехала? Мне нравится очень город. Серьезно? Не по семейным обстоятельствам, да? Не по семейным, у меня же все родственники, кто в Томске, кто в Кемерово. Просто взяла переехала? Работала я на севере, да, просто я сюда, я тут заочистой магистратуре училась, тоже на разработку в нефтегазовом. Я раз приехала, смотрю, асфальт моют. Вот, два приехала, мост этот, который горит, мост влюбленных построили, дома строят все так красиво. И просто, да, я влюбилась, и в какую-то сессию я приехала к себе в Томск. Я там вот работала в Ростневске, приезжая и понимая, что там, ну, совсем, ну, как бы, грубо говоря, мне хочется обратно. Я тут почувствовала, что здесь мне комфортно. То есть я сначала выбрала город, а потом, получается, этажи. Слушай, интересно. Ну вот, Ульяна, тебе большое спасибо. Я думаю, у нас такое хорошее открытое интервью получили. Ну, у тебя реально феноменальные результаты, я тебе желаю дальнейших успехов. Спасибо. Чтобы все у тебя хорошо, чтобы ты была счастлива. Спасибо за интервью. Давай, спасибо. Спасибо.